Информационная война Информационная война Сергея Викторовича Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Керри, на которой были оглашены некоторые результаты этих договоренностей. Нужно сказать, что вот эта риторика антироссийская, которая на самом деле воспринимается многими телезрителями, которые задают вопросы усиления напряжения, все предчувствуют какое-то осложнение и так далее, но на самом деле я предлагаю воспринимать эту риторику как признаки определенных изменений в глобальном мире, которые на самом деле являются исключительно положительными признаками. Ведь на самом деле, если вспомнить пословицу «если враги нас хвалят, то что-то не то» и посмотреть на эту ситуацию с этой стороны, то на самом деле вообще приход Российской Федерации в Сирию и не приход на Украину. Вот такая вот комбинация, она многими аналитиками, так называемыми даже на территории нашей страны, воспринимается как слив, как поражение, как уступка нашим противникам и так далее, и так далее, и так далее, но в результате вот этой комбинации, которая безусловно, кроме военной составляющей в Сирии, она безусловно, уже год у нас минские соглашения, которые очень многим людям не нравятся. Многие люди их ругают, а безусловно, они не выполняются в полном объеме украинской стороной, а украинская сторона продолжает обстрелы и бомбардировки городов Донбасса, но тем не менее Минс сыграл колоссальную роль. И самое главное, он легитимизировал руководство Донецкой и Луганской народных республик, а вот то, что я связываю Донецкую компанию, Новороссийскую компанию и Сирийскую в один узел, это на самом деле так оно и есть, и рассматривать их в разрыве друг от друга, в общем-то, не стоит. Даже все вот эти события, которые происходили, подрывление электропередач, энергоблокада Крыма, продовольственная водная блокада, это все, в общем-то, разные фронты одного сражения, когда коллективный Запад не может смириться с тем, что Россия возвращает себе государственный суверенитет, восстанавливает свою мощь как сверхдержава. И даже тот факт, что мы официально на официальном уровне оглашаем, что мы не претендуем на роль сверхдержавы, тем не менее, это всего лишь дипломатия на самом деле по факту, по размерам нашей страны, по ее значению и по ее влиянию на разные процессы. И особенно на то, что своим участием военно-космических сил в Сирии мы нарушили планы всех глобальных игроков, включая Турцию, Саудовскую Аравию, всех членов антиигиловской коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки. В результате пять месяцев понадобилось, четыре с небольшим, для того, чтобы Запад наконец-то начал хотя бы примерно понимать, что происходит. И таким образом это вылилось вот эту самую антирусскую риторику. А вообще ситуация в Сирии, она, конечно, ну, давайте ее обрисуем определенными широкими мазками. В результате того, что Российская Федерация военно-космические силы начали наносить удары, при этом устранившись от наземной операции и предоставив это, ну, прежде всего, вооруженным силам Сирийской Арабской Республики, а затем и части оппозиции, которая в результате определенных переговоров стала сотрудничать и выступать в качестве союзников официальных вооруженных сил Республики Сирия. В результате того, что было после 20-ки в Анталии сделано предупреждение руководству Турции. Руководство Турции на это предупреждение ответило сбитием самолета Су-24, в результате чего начались наноситься удары по нефтяным транспортным артериям, которые награбленная нефть при помощи грузовиков, наливников, она двигалась на территорию Турции, частично перерабатывалась нефтепродукты и через турецкие порты, в общем-то, распределялась по всему миру. На самом деле, вот это схлопывание сланцевого нефтяного рынка, на секундочку, который на самом деле очень бурно рос, у нас даже наши местные российские телекомментаторы говорили, что сланцевая революция, энергетический прорыв Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее, что Газпром и Роснефть, в общем-то, не обращают на это внимания, а на самом деле Соединенные Штаты идут впереди планеты всей по части технологий и так далее, и так далее. Не будем забывать, что сланцевая тема являлась одной из ключевых в украинском конфликте. Помним, сланцевое месторождение в Славянске, в Харьковской области и так далее, и так далее. Но как только контрабандная нефть начала схлопываться, а схлопываться она начала только потому, что десятки тысяч наливников – это ресурс быстро невосполнимый. То есть, когда разбомбили российские самолеты, значительную часть вот этой нефтяной контрабандной инфраструктуры получилось так, что поток нефтяной, который через Турцию распределялся на весь мир, а ИГИЛ торговал нефтью по цене ниже 25 долларов. То есть, это было самое низкое предложение на всем глобальном нефтяном рынке. И таким вот образом возникла ситуация, о которой, конечно, в официальных источниках не говорят, но тем не менее, сланцевая нефть вдруг стала приобретать черты нефти по происхождению из Ливии, из Сирии и из Ирака. И вот эта вот ситуация на самом деле, она и в корне и является вот той, которая называется «спутала все карты». То есть, прежде всего, ударили по экономическим обоснованиям. В результате у нас даже прогнозы по сланцевой нефти, которую добывали на территории Соединенных Штатов Америки, некоторые рейтинговые агентства понизили на 95%. Ну, представляете, да, еще пару лет назад добывали сланцевую нефть, говорили, ее там очень много, под это кредитовались, и вдруг на 95% оценки залежей сланцевой нефти уменьшаются. То есть, ее там, скорее всего, и не было. Она была в этих нефтяных полях на территории Сирии, эти территории контролировались боевиками, эти боевики, в общем-то, большинство водителей этих наливников вообще имели турецкие паспорта. Это была целая глобальная индустрия, которая на секундочку существовала и функционировала на протяжении, ну, последних пяти лет. И за эти пять лет мы имеем исландцевую революцию, мы имеем разгул терроризма, мы имеем создание государства террористического, ИГИЛ, которое запрещено решением Верховного Суда на территории Российской Федерации. И вот, в общем-то, складывается вот эта широкая картина. Самое главное, что Россия своим вмешательством, постановкой на боевое дежурство, систем ПВО, С-400, С-300, наши корабли, которые находятся на, нельзя назвать военно-морской базой, а это, скорее всего, пункт технического обслуживания российских кораблей, но, тем не менее, и системы ПВО российского флота, все это вместе. Вот эта военная инфраструктура, безусловно, для Башара Асада и для правительства Сирийской Арабской Республики является колоссальным подспорьем, и это повысило дух сирийского народа, который на самом деле в результате освобождения городов на севере, на границе или в приграничной зоне с Турцией, и на юге, в приграничной зоне с Иорданией, как только эти города освобождаются, люди, беженцы или перемещенные внутренние лица, которые жили в лагерях, они, безусловно, начинают возвращаться на свою землю. Это понижает поток эмигрантов, которые на самом деле в результате всей арабской весны двигаются плотным потоком на территорию Евросоюза. И это тоже нарушение планов и страновых и глобальных элит, связанные с тем, чтобы насытить Западную Европу определенным количеством мусульманского элемента, для того, чтобы приступить к переформатированию Западной Европы и начать процесс превращения его в европейский халифат. То есть Россия, как устойчивая структура, как устойчивое государство, которое имеет не только внешнеполитические цели, но имеет глобальные цели, связанные с тем, чтобы сохранить устойчивость управления в мире, чтобы не обрушить мир в глобальную военную, экономическую, гуманитарную катастрофу своими точечными действиями, в согласовании с глобальными элитами. Киссинджер приезжал не просто так, а для согласования и выработки совместных шагов относительно того, как решать вот эти вот все узлы. В результате этого Россия по факту своего размера, по факту своей политики, по факту своего улаживания многих вопросов действительно становится сверхдержавой. И вот все вот эти события за прошедшие четыре с небольшим месяца, почти пять, они ведут к тому, что, безусловно, это будет кому-то не нравиться. И вот этот вал риторики, связанный с тем, что Россия виновата в бомбардировках жилых кварталов Сирии. Она виновата в том, что на границе с Турцией скапливаются дополнительные там объемы или дополнительное количество беженцев, которых вдруг турецкая сторона перестала пропускать на свою территорию. И так далее, и так далее. Возникла какая-то обратная такая тяга, обратный ход с той стороны, и во всем мире, в западном, во всяком случае, формируется информационное поле, как будто бы вообще Российская Федерация повинна в создании ИГИЛ, повинна в создании потока беженцев в Европу, и так далее, и так далее, и так далее. Хочу подчеркнуть, что главной целью Российской Федерации является предотвращение наземной операции Запада на территории Сирии. Сирийская Арабская Республика уже заявила о том, что любое вторжение не санкционировано и не согласовано с легитимным правительством Сирии, это будет вторжение, и даже отдельные генералы сирийской армии говорят, что не советуем вам этого делать, потому что обратно вы поедете в гробах. На самом деле мир танцует возле вот этого увязывания сирийского конфликта, который до сегодняшнего дня происходил как бы под чужим флагом. Не будем забывать, что все террористические организации за всю историю человечества, это только кажется, что эти террористы, они формируются в структуры, они начинают грабить население, они за этот счет живут, и, в общем-то, путем грабежа они продвигаются дальше. Ни одно партизанское соединение, кстати, вот по итогам Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, опыт партизанского движения советской армии, он на самом деле Западом изучен очень подробно. И вот ИГИЛ, как и регулярная армия определенных западных и южных государств, которая не может просуществовать никак за счет ограбления этой территории, безусловно, если она садится на нефтяные поля и начинает заниматься экспортом нефти, там ресурсов становится больше, но эти ресурсы по кругу обороту денег, они требуют значительного времени для того, чтобы, например, получить определенные типы вооружения, обмундирование, продовольствие, провианта. Представьте себе расчет сил и средств для существования какого-нибудь войскового соединения численностью, например, 10, 12, 15 тысяч человек. Это достаточно серьезный расход сил и средств. И за счет ограбления территории, за счет даже экспорта награбленной нефти, организовать логистику или организовать снабжение такой войсковой части, это непростой труд. Безусловно, любое партизанское соединение, а ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации, как не государство, а как воинская составляющая, как армейская составляющая, это ирегулярная армия определенных государств. И мы с вами имеем огромное количество сообщений о том, что снабжением этих регулярных воинских частей занимаются чуть ли не самолеты НАТО, чуть ли не офицеры Саудовской Аравии, являются бригадными там и различных других структур командирами. Регулярные офицеры армий некоторых южных и западных государств являются полевыми командирами ИГИЛ. Это очень важная такая составляющая. И получается, что своим вмешательством в войну в Сирии Российская Федерация подвела весь мир к мысли о том, чтобы терроризм, ведь все говорят, что терроризм надо сделать усилия сообща, надо сделать совместную войну против глобального международного терроризма, но при этом за скобками опускается тот факт, что не существует терроризма как такового. Это всегда иррегулярная армия тех или иных государств, которые впрямую не могут участвовать в оккупации Сирии, которые впрямую не могут находиться в состоянии войны с Сирийской Арабской Республикой. И поэтому они через прокладочку, через набор боевиков на территориях, специально опущенных для того, чтобы там был понижен уровень жизни, а нужно понимать, что с точки зрения демографии арабские страны на самом деле имеют определенный избыток мужского молодого населения. И поэтому вот эти согласованные действия, связанные с тем, что работы нет, дохода нет, и люди воинского возраста, призывного возраста, они могут быть легко рекрутированы за очень небольшую зарплату, там до тысячи, например, долларов, в состав боевиков, которые готовятся, которые проходят определенную выучку, распределяются по отрядам от 50 до 500 человек и, в общем-то, занимаются терроризмом. Вот получается, что Российская Федерация, помогая Башару Асаду, помогая народу Сирии, а народ Сирии очень ценит российское вмешательство, и на самом деле это наш естественный союзник на Ближнем Востоке, вот точно так же, как Болгария была в конце 19 века, нашим естественным союзникам в турецких войнах конца 19 века, получается, что Россия действительно делает реальные шаги по борьбе с международным терроризмом. Кроме того, что в войсковых операциях, при точечных ударах авиабомбами, там и ракетами класса «Земля-воздух», ударами-калибрами, демонстрации нашей возросшей военной мощи, тем не менее весь западный мир подводится к мысли, что инвестиции в ирегулярные части, это не всегда хорошо и не всегда окупается, как это считалось до вмешательства Российской Федерации, что уже приходит момент, когда всем государствам, которые пытаются решать свои ближневосточные проблемы при помощи международного терроризма, как ирегулярных армий, неофициальных армий, принадлежащих этим государствам, должны сесть за стол переговоров и наконец-то договориться до того состояния, когда терроризм вообще будет, ну, зачеркнут красным карандашом, как инструмент достижения политических целей. По большому счету, мы с вами стоим на пороге глобального решения, связанного с тем, что международный терроризм, это, конечно, возможно, эффективный инструмент для обрушения определенных государств. Мы помним, что при помощи этого международного терроризма, как ирегулярных армий, стран Запада была обрушена Ливия. Мы помним, как эта попытка была в Египте. Мы прекрасно видим, как это произошло на Украине. Уж кому-кому, а крымчанам этого грех не знать. Ведь по большому счету, даже несмотря на то, что в результате информационной обработки, в результате пропаганды, которую мы по большому счету, на нас она тоже действовала, но тем не менее, благодаря краткости, благодаря определенной сакральности Крыма, на нас эта пропаганда не действовала, но мы смотрим, что происходит на остальной территории Украины. Даже несмотря на то, что население Украины обработано и действительно является в настоящий момент русофобским, тем не менее, основную ударную силу в войск вооруженных сил Украины составляют наемники. Об этом говорят ополченцы, которые возвращаются с той стороны, которые говорят о том, что за штурвалами танков или за рулем самолетов, которые осуществляли боевые вылеты в 2014 году, очень часто они находили прибалтийцев, они находили поляков, они находили немцев и даже американцев. И это действительно получается тоже наемническая война. Ведь никто не говорит о том, все говорят о том, что Россия, даже на пресс-конференции Путину задавал вопрос, журналист Униан говорил, до каких пор вы будете терроризировать народ Украины и будете вводить свои войска, на что президент сказал, там нет российских войск. Но при этом ни один украинский журналист никогда не задает вопрос, а почему воинские части стран НАТО расквартированы на территории Украины. Почему, это вопрос замаскированный, почему они ходят в форме украинских вооруженных сил, почему Верховная Рада Украины, например, принимает законы, разрешающие служить на территории Украины иностранцам. Это ведь все тоже подготовительная часть для точно такой же войны. Только названия будут не ИГИЛ, как запрещенное на территории Российской Федерации, а будет, например, правый сектор, будет, например, еще какие-то подразделения, которые по своей сути тоже являются ирегулярными воинскими подразделениями западных государств. С Украины, в общем-то, с Херсонской области, из Запорожской приходят сообщения, средства массовой информации Украины утверждают, что на территории Крыма происходит массовая мобилизация, особенно в северных районах. У нас происходят учения Южного федерального округа, это да, но на самом деле ничего подобного у нас не происходит. А тем не менее, например, в Каланчакском и во всех южных районах той же Херсонской области сельское хозяйство отдается на откуп, на управление тому же правому сектору и другим террористическим организациям, которым нужен подножный корм. А люди в Херсонской области боятся выходить вечером. Там на самом деле происходят процессы, которые вообще не освещаются никакими журналистами. Наши туда доступа не имеют, западные там просто не ходят, а украинцам дана четкая команда обходить стороной все, что происходит в Херсонской области. А процессы, которые там происходят, они очень напоминают те процессы, которые спонсировались разными странами, начиная от монархии залива и заканчивая Турецкой республикой, которые, собственно говоря, и привели к тому, что Сирия, достаточно благополучная страна, достаточно устойчивое управление, была обрушена в результате определенного глобального сговора, связанного с тем, что газовые потоки Катара и других государств залива должны были пройти по трубопроводу через Сирию, через Турцию, для того, чтобы стать конкурентом того же нашего «Газпрома». Это, по большому счету, газовая война. Это сланцевая война. Это война за ресурсы, но, тем не менее, эта война еще и преследует другие цели. То есть, с одной стороны, вообще при планировании таких войн всегда преследуются цели, когда достижением одного результата решается еще ряд некоторых задач. Обрушив, например, Ливию, по низу уровень жизни в Египте создалась определенная масса беженцев, которые шли не через Турцию и Грецию, а которые шли через Средиземное море в Италию и в Германию. И эти люди другой культуры, не европейской, они были призваны разбавить население Западной Европы для того, чтобы создать фундамент для последующего переформатирования Европы вообще и создания там мусульманского анклава. Кроме того, удар по Сирии при помощи боевиков, которые небольшими отрядами заходят на территорию городов, сел, населенных пунктов, на камеры вырезают местное население, на себе имеют форму регулярных войск, официальных войск Сирии, создается определенная картинка. Эти воинские части боевиков, они заходят с камерами, они заходят с кранами, они заходят со всеми медийными приспособлениями для того, чтобы создать картинку. Таким образом создается война всех против всех, создается определенное информационное поле, создается ореол Башара Асада, что он является уничтожителем собственного народа и так далее, и так далее. Технология, что в Ливии, что в Сирии, вообще не меняется. На Украине примерно то же самое. Что происходит в СМИ украинских относительно бомбардировок Горловки и других населенных пунктов Донбасса? Что это сепаратисты, ватники, прореженные бурятскими какими-то и российскими войсками, терроризируют местное население, а мы, украинцы, должны воевать за свою страну, за свою родину, мы должны выгнать агрессора с нашей территории, и таким образом создается информационное поле войны всех против всех, для того, чтобы в принципе создать на Украине такую же ситуацию, как в Сирии. Вы видели в репортажах разных телевизионных агентств то, в каком состоянии находятся города после того, как оттуда выбиты боевики. Там нет камня на камне, там стоят просто стены, а город фактически весь снесен. Вот это и есть основная цель мятежников, которые захватили власть в Киеве в феврале 2014 года и которые сами на самом деле решают мало, они ведомы в тупую, они являются иррегулярными воинскими подразделениями западных спецслужб, они являются смотрителями их кошельков, мы-то думаем, что они олигархи, они вольны в своих там решениях, но на самом деле они исполняют волю тех, кто их туда поставил. Даже есть поговорка, ходит по интернету, вот перестаньте рассказывать нам, за что вы стояли на Майдане. Это уже совершенно не важно, за что вы стояли на Майдане, вы лучше думайте о том, зачем вас туда поставили. Так вот, итогом сегодняшней программы я хочу высказать мысль, связанную с тем, что Российская Федерация достаточно устойчиво восстанавливает свой государственный суверенитет. За прошедшие 10 лет, несмотря на то, что мы этот ворцесс маскировали, тем не менее, произошел качественный скачок российских вооруженных сил. И с этим аргументом уже не могут не считаться наши западные партнеры. В результате наших действий, что бы с той стороны ни говорили, я имею в виду со стороны Запада или со стороны Украины, мы движемся в достижении наших целей, конечной целью нашей является установление мира и на Ближнем Востоке, и на Украине. Восстановление экономики той же Украины и возвращение ее в состав русского мира. Эта стратегическая цель, она не означает там отмену государственности Украины или так далее, и так далее. Самое главное, чтобы люди, живущие на Украине, посмотрев на то, что происходит в Сирии на протяжении последних 4 лет, ужаснулись и отступили от того края, на котором они сегодня находятся. Русских войск на Донбассе и на территории Украины не было и нет. Все, что там происходит, это сейчас происходит внутреннее брожение, внутренние процессы, которые рано или поздно должны задать вопрос всем украинцам, а что же дальше, когда закончится этот период хаоса и распада. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...